Линия смерти и разрушений за время боевых действий в селе Гранитном в Донецкой области погибло 9 мирных жителей. Около 30 были ранены. Но число жертв намного больше, говорят местные. Ведь статистика не считает тех, чьё сердце не выдержало испытания войной. Историю продолжит наш корреспондент. Зария Туяхова показывает посечённый осколками дом. Два года назад один из снарядов во время страшного обстрела взорвался в соседнем огороде. И все осколки полетели на мой дом. Вылетели окна, повредила крышу. Супружеская пара находилась в доме. У главы семейства от перенесённого стресса случился инфаркт. Он не выдержал всё это. Тем более, он был в Терноболе. Долго скорую ждали, потому что скорых не было. Ехала скорая с Мариуполя. Связи не было мобильной, чтобы позвонить. Пока нашли связь, пока дозвонились. Маленький Данил своего дедушку никогда не видел. Малыш родился спустя полтора года после трагедии. А где дедушка? Вот, вот, ещё дедушка, да. И на этой фотографии. Оставить мать одну и покинуть село Анжела не может. Хотя жить с ребёнком вблизи передовой нет сил. Сходить на природу с малышом, на речку сходить, сейчас лето, куда-то пойти, это не представляет возможным. Поля леса заминированы, и люди просто там, которые не знали, подрывались. С начала военных действий в Гранитном были ранены 27 человек, погибли 9. Полностью разрушены 8 домов, а повреждены более 300. Работы в посёлке нет. Люди живут в страхе. Многие не знают, как прокормиться. Коровка была, и телёночек был. Ну, сейчас я не в состоянии что-то такое держать, поэтому взяли только цыпляточек. Поддерживают местное население волонтёры гуманитарного штаба Рината Ахметова. Они регулярно доставляют сюда помощь. У нас была закрытая территория во время активных боевых действий. Но фонд Рината Ахметова не оставлял нас ни на минуту, и вот до сих пор они работают с нашими людьми. В Гранитное волонтёры привезли почти 800 наборов выживания. Ринат Леонидович, огромное спасибо от лица всех мамочек, от всех деток за помощь, предоставленную вами. Кроме него никто не помогает. Только слова благодарности, чтобы он поддерживал и дальше всех и деток, и стариков. Поддержка – это всегда важно, когда поддерживает. Это как-то уже себя чувствуешь кому-то нужный. За всё время работы штаб выдал более 11 миллионов 818 тысяч взрослых и детских наборов выживания. Ростислав Сысоев, Оксана Корчма для телеканала Донбасс.